На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовала акция «Скоро в школу». Спасибо за подарок 1 сентября. Мне все понравилось. Представители администрации Ленинского округа вышли в рейд, чтобы убедиться в качестве продаваемых арбузов и дынь. Бахча обязательно проходит анализ органолептический, но Бахча обязательно проверяется на нитраты. Общественному движению «За совхоз, за людей, за достойное будущее» исполнился год. Вместе мы силы, и, наверное, это самое лучшее, что за этот год произошло. Акция «Скоро в школу» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, у которых в этом году ребенок идет в первый класс. В Ленинском городском округе школьные рюкзаки получат 68 детей. Сотрудники Управления социальной защиты населения заранее договорились с родителями, выбрали удобное время для посещения и вместе с представителями депутатского корпуса торжественно вручили поздравительные открытки и рюкзаки будущим ученикам. Я не ожидала такого, очень приятно, спасибо большое. Я прям даже в шоке немножко. Акция важна в первую очередь потому, что мы все-таки должны постоянно быть в контакте с населением, осмотреть проблематики, особенно многодетные семьи, те, кто находится, скажем так, на пороге какой-то сложной ситуации. У будущей первоклассницы Таисия Юбченко – мама с ограниченными возможностями здоровья. Подготовкой к школе занимался в основном папа Андрей. Он рассказывает, что такая поддержка очень важна. Спасибо большое соцзащите партиям, которые участвуют в данных акциях. Это очень необходимая и полезная вещь, особенно в нынешней ситуации, когда пандемия, когда все эти ограничения, наверное, людям это поможет. А вот шестилетний Ярослав Бусанкин, который в сентябре впервые сядет за парту, получил свой школьный рюкзак из рук главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. Это вам на всю семью от нашего губернатора. Вот. Будете… Это подарок. Тяжелый, 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 тяжелый. Вот так на уши. И такой… Ну, еще один, да, подарок от губернатора. Рюкзак. А там есть все, что необходимо. Вранция со специальной анатомической спинкой есть все необходимое для учебы. Тетради, пенал, ручки, карандаши, альбом, акварельные краски, наборы пластилина и цветной бумаги. Детей особенно впечатляет изображение персонажей из любимых мультфильмов на рюкзаках. Спасибо за подарок 1 сентября. Мне все понравилось. Наталья Буслава, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Почти середина августа, и можно смело заявить, сезон «Бахчевых» открыт. Чтобы убедиться в качестве арбузов и дынь, представители администрации Ленинского округа вышли в рейд. Вместе с членами общественной палаты муниципалитета они посетили «Бахчевой» развал на центральном рынке города Видное. О результатах проверки расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. В конце июля этот «Бахчевой» развал уже фигурировал в репортаже телеканала «Видное ТВ». Тогда члены общественной палаты выявили многочисленные нарушения, начиная с правил торговли, заканчивая качеством арбузов. Экспресс-тестерам проверили их на наличие нитратов, которые в разы превышали допустимую норму. Собственник точки обещал исправить ситуацию. И вот спустя две недели вместе с представителями отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципалитета общественники вернулись на центральный рынок города Видное. Нам в администрацию как раз после этого видео неоднократно поступали обращения от потребителей по поводу того, действительно ли это так. Мы проконсультировались с профильными врачами, с ветеринарами по этому поводу. Нам было сказано, что вот эти любительские аппараты, которым происходил замер в тот раз, они как минимум недостоверны. На этот раз тестировать арбузы на количество нитратов решили по всем правилам. В государственной ветеринарно-санитарной лаборатории. Благо она располагается прямо на рынке. Случайно выбрали бахчевые и попросили специалистов сделать анализ. Бахча, она обязательно проходит анализ у нас. По мнению специалистов, достоверно проверить наличие нитратов в бахче можно только в лаборатории. На лицензированном оборудовании, которое каждый год проходит поверку. Исследовать стоит только мякоть. Допустимое количество нитратов в арбузах 60 единиц. При лабораторном исследовании показало 16. То есть, конечно, эти арбузы сегодня уже можно есть. А вот давайте теперь снова возьмем этот народный нитратотестер. И тем самым способом, как это обычно делают любители проверять на нитраты арбузы, воткнем его в шкурку. Не в мякоть, заметьте, а в шкурку. Сделать это немного проблематично. 104. Ну, понятно, что этот народный нитратотестер показывает ложные результаты. И заметьте, это очень важный аспект. Не шкурка, не косточки, а именно по мякоти надо проверять. Любой рынок по законодательству обязан предоставлять помещение для организации санитарно-ветеринарной лаборатории и заключить договор с ветеринарной службой, чтобы сотрудники, которые находятся непосредственно на рынке, государственные служащие, осуществляли ежедневный контроль мяса, молочной продукции, овощи, фрукты и, в частности, бухчевых. Каждая партия, которая бухчевая приходит, проверяется обязательно по лаборанту. Результатом общественники остались довольны. Говорят, теперь сезон бухчевых точно открыт. Единственное, что я рекомендую, и, наверное, я не пойду проверять придорожные развалы, потому что не вижу в этом никакой необходимости. На организованных рынках покупать арбузы можно. Ешьте на здоровье и на сладость. Что касается внешнего вида развала и соблюдения правил торговли, то и в этом здесь положительная динамика. Теперь точка оборудована онлайн-кассой и уголком потребителя. Вот уже два года администрация Ленинского округа пытается привести все санкционированные места торговли к единому стилю в оформлении и содержании. Я думаю, что к следующему году мы уделим максимум внимания, то есть это будет нормативный провод, который, грубо говоря, определит габариты, материалы, порядок установки и всего остального. У нас сейчас есть уже порядок установки НТО, в том числе и сезонно утвержденным решением Совета депутатов, который описывает, так скажем, все основные аспекты, все основные моменты, все основные требования. Параллельно администрации округа ведется активная борьба со стихийными развалами и незаконной продажей бавчевых. В Ленинском городском округе завершены работы по установке четырех детских игровых площадок в рамках губернаторской программы формирования современной комфортной городской среды. На одной из них, которая расположена на улице Малонагорной, в Видном побывала наша съемочная группа. На улице Малонагорная сказка воплотилась в жизнь. Именно такая тематика у новой детской площадки, которая была построена в рамках губернаторской программы «Комфортная городская среда». Для строительства детской площадки потребовалось две недели. Уложиться в такие сроки было главным требованием Министерства благоустройства Московской области. Еще одно обязательное условие – пустое пространство площадью 300 квадратных метров. Здесь был овраг близко, и приходилось отсыпать крайнюю часть ближе к оврагу, чтобы укрепить эту площадку в данный момент. Были моменты, когда она немножко поползла, но строители справились. Еще более укрепили. В данный момент она безопасно и использовала полностью. Посодействовала в возведении нового игрового комплекса местный депутат Ирина Архангельская. Она рассказала, что жители обратились к ней с просьбой установить детскую площадку именно здесь, вблизи сразу нескольких СНТ. В общем-то, эта площадка обошлась 3 миллиона 650 тысяч. И вот я уже не первый раз на этой площадке и вижу, что пользуется она спросом, потому что здесь бывают родители, и вы видите, вот разбросанные игрушки. Поэтому, значит, дети даже не забирают, потому что, знаешь, здесь никто ничего не возьмет. Мы иногда думаем, что зачем в деревне детская площадка, да? Казалось бы, собственный дом есть, собственный двор, но нет. Детям нужно обязательно общаться друг с другом. Они должны друг друга знать и социализироваться в обществе. Новая детская площадка рассчитана на возрастную группу от 7 до 14 лет. Несколько видов качелей, горки, канатная паутина, карусель. А для самых маленьких – просторная, огороженная песочница. Привлекает внимание разноцветное покрытие, соответствующее всем нормам безопасности. Чтобы не менять ежегодно резиновое покрытие, которое происходит в износ, особенно в местах соприкосновения с малыми архитектурными формами, здесь применено двойное покрытие. То есть черновой слой – это один сантиметр. И сверху цветное покрытие, которое тоже один сантиметр. И того общий слой – два сантиметра, что вдвое увеличит его срок службы. Новую детскую площадку уже оценили юные жители. Готовили, готовили тут все. А сейчас уже вон готовая площадка. Приехали, поиграли, нам понравилось. Хорошая площадка, все красиво, все хорошо. Помимо площадки на улице Малонагорная, в нашем муниципалитете по губернаторской программе построены еще три игровых комплекса – в поселке Развилка и в деревнях Мильково и Слобода. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Общественному движению «За совхоз, за людей, за достойное будущее» исполнился год. Объединение было создано в поселке совхоза имени Ленина по инициативе местных жителей и ряда депутатов Ленинского городского округа. Цель организации – активное вовлечение граждан в процесс самоуправления и оперативное решение насущных проблем, существующих в поселке. Мероприятие, посвященное годовщине создания движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», прошло в здании администрации поселка. На нем присутствовали местные жители, руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Звеков, волонтеры организации, представители совета поселка и сопредседатели движения – депутаты Мария Гаевская и Артем Грудинин. Не смог посетить торжественное мероприятие еще один сопредседатель – Александр Баюклин. У нас очень-очень получилась хорошая команда. Я думаю, что самое лучшее, что мы за этот год вынесли – это вот эти люди, которые примкнули к нам, которые вместе с нами высказывают то, что происходит на территории поселка, помогают нам советом, словом, обращают внимание на проблемы, которые есть. И самое главное, что вместе мы точно победим, вместе мы силы, и, наверное, это самое лучшее, что за этот год произошло. За это время участники и волонтеры общественного движения организовали несколько десятков субботников, в ходе которых проводили облагораживание и озеленение поселка. Регулярно помогали школе, очищали дороги от снега зимой, убирали мусор, красили бордюры, обрезали деревья. Постоянно участвовали во всех муниципальных и областных субботниках. Сопредседатели движения каждую неделю проводят прием граждан. Кто-то более осведомлен в вопросах, там, сферы ЖКХ, например, как я, да? Артем Павлович более осведомлен в предпринимательской деятельности, да? Мне кажется, тоже немаловажно. Александр Васильевич в юридической сфере очень подкован. Поэтому мы все дополняем друг друга и, на мой взгляд, представляем перед себя очень большой комплекс, скажем так, помощников, да, жителей. Летом во время каникул волонтеры движения помогали работникам муниципального центра культуры проводить обучающие мастер-классы, увлекательные викторины и конкурсы для детей и взрослых. Движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» работает и с пожилыми людьми. Совместно с ДК были организованы паломнические туры для клуба «Золотая осень». Люди работают, видно, что у них работа есть. Ну, я думаю, что дальнейшие планы мы будем подкидывать вопросы свои, которые нас будут волновать. Ну, я очень довольна, и мои девочки довольны. Поддержку движению оказывает главный акционер «Заос совхоз имени Ленина» компания «Рота Агра». Помимо помощи в организации упомянутых паломнических туров, она предоставляет автобусы для поездки школьников в бассейн «Дельфин», оплачивает питание учеников, постоянно пополняет фонд местной библиотеки, помогает организовывать различные мероприятия. Я присутствовал здесь ровно год назад по приглашению и видел, как подписывалось соглашение с главным акционером «Рота Агра», которая за год бесконечно поддерживает наши клубные формирования, наш дом культуры, наш центр спорта, нашу школу совхоза, которая обеспечивает всех детишек поездками, которая обеспечивает нашу школу. Как отмечают сопредседатели, этот первый год существования движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» пролетел незаметно. Накоплен немалый опыт, собрана команда, и впереди еще немало добрых и важных дел. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Подарить дом каждой собаке. Такую цель для себя поставила героиня нашего следующего сюжета Екатерина Барабанова. Не так давно она открыла в округе приют для животных в гости к его обитателям. Поехала наша съемочная группа. Мишель, Белка, Джесси, Мишель, веди себя прилично. При входе сюда не пугайтесь лая. Местные обитатели так здороваются. Сегодня в приюте в Добрый путь живет 40 собак. Еще 10 находятся на передержке. Питомцы абсолютно разные и внешне, и по характеру, но есть и кое-что общее. Все они ищут дом. Если у вас есть собака, то вам никогда не будет скучно. Они отличные спутники для прогулок в любое время суток и всегда готовы играть или перекусить вместе с вами. Им можно рассказать о своих невзгодах или поделиться радостью. Собаки умеют утешать, обнимать и лечить. Они не просто лучший, но еще и самый старый друг человека. Для обитателей приюта лучшим другом стала Екатерина Барабанова. Девушка давно работает ветеринаром. Эту профессию она выбрала еще в 7 лет. Всю свою жизнь Екатерина помогала животным. Жила в Москве, спасала питомцев от нерадивых хозяев и искала им новый дом. Всегда в детстве мечтала, что у меня будет свой приют. Мечтала, мечтала, мечтала. В последний год собак у меня на кураторстве стало очень много, катастрофично много. А передержки же надо платить, оплачивать. И это все очень сложно, тяжело и дорого. И тогда, тщательно взвесив все за и против, Екатерина решилась на важный шаг. Взяла кредит, арендовала землю, построила вольеры и забрала любимцев из передержек. Это выбор ее. Мы просто с папой ее поддержали, всячески поддерживали, морально и физически. Взяли кредит и вот как бы спасаем, лечим, пристраиваем. Хотя приют открылся меньше года назад, немало его обитателей уже нашли любящих хозяев. Пристраиваю раз в месяц, раз в два месяца. Ну вот где-то, наверное, примерно так. Бывает то, что полгода, год я не могу никого пристроить, а потом собака пристраивается. То есть здесь вот как-то непонятно, непредсказуемо. Тяжело прощаться с ними в такие моменты? Тяжело. Всегда плачу. А пока собаки остаются в приюте, им необходимо много внимания. Екатерина не оставляет подопечных ни днем, ни ночью. С января девушка живет по соседству с любимцами. Пока они гуляют, чистит вольеры, засыпает пространство свежими опилками, проверяет еду и воду. И так дважды в день. Кто-то назвал бы это рутиной, но для хозяйки приюта это место – дом, а собаки – семья. Рассказывая о питомцах, Екатерина сразу расчувствовалась. Весь этот труд, насколько это все тяжело и порой нелегко. Их любовь, их отдача, вот это вот все перекрывает. Всю вот эту тяжесть. Про все забываешь, про все эти траты, сложности. Только благодаря им. Пока мы были в гостях, увидели разных собак. Игривых и спокойных, шумных и тихих, особых и самых обычных. Со всеми Екатерина справляется в одиночку, а они отвечают ей любовью и преданностью. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.